всем привет в этом видео мы научимся с вами готовить швейцарскую меренгу для этого нам потребуется с вами белок белок предварительно лучше приготовить с вечера отделите белки от желтков и дайте накройте пищевой пленочкой продырявте ее и на ночь оставьте чтобы из белка вышла лишняя вода и он у вас был более концентрированный сахар всыпаем сахар нашу дежу и отправляемся с вами к плите здесь у меня в кастрюле уже вода она начинает подкипать с вами ставим дежу на паровую баню и постоянно помешивая будем растворять наш сахар наши дежа с вами на паровой бане сейчас скоро вода закипит как только на закипит чуть-чуть снизьте мощность плиты но когда у вас вода начнет кипеть ваша задача постоянно перемешивать белок с сахаром для того чтобы сахар растворился а белок не сварился если вы оставите без присмотра буквально даже на минуточку то ваш белок начнет сворачиваться когда он будет прогреваться соответственно будет вариться у вас будут такие куски белого вареного белка итак наша вода закипела снижаем немножко на чтоб она она не перестанет бурлить потому что там замкнута уже но при этом мы с вами постоянно помешиваем до тех пор пока вот при касании сда окуная палец в белок на ощупь чтобы у вас на пальце не было кристаллов сахара и так мы растворили весь наш сахар я касаюсь да и у меня нету кристалликов сахара на моем пальце снимаем дежур с плиты и переходим к нашему миксеру и так мы установили нашу дежур в миксер венчик и с малых оборотов начинаем взбивание нашей меренги постепенно увеличивая скорость миксера доводим ее до пред максимума и так я увеличиваю скорость миксера почти до максимума и отставляю меренгу взбиваться сейчас нам с вами делать практически ничего не нужно только дождаться когда наша пена вырастет и там же будем смотреть с вами взбивайте ее до нужной нам консистенции пока наша меренга взбивается мы с вами готовим мешки для отсадки срезаем кончик под размер нашей насадки нам потребуется вот такая насадка 6b вставляем сюда мешочек закрывая насадку насадка закрытая звезда ваша насадка должна очень плотно зайти в отверстие и не выпадать старайтесь чтобы на одну треть мешок закрывал насадку ни вот здесь ни вот здесь в противном случае при надавливании не рискуете что она у вас вылечит также затыкаем насадку раскрываем и сразу стакан для того чтобы удобно было работать возвращаемся к нашему булку он уже увеличился в объеме останавливаем останавливаем ну и промежуточно проверяем что у нас здесь с вами происходит венчиком венчиком проходимся по стенкам смотрим клювик наш еще немножко печалится он должен у нас с вами гораздо лучше держать форму поэтому мы с вами контрольно перемешиваем все с одна держи устанавливаем венчик и продолжаем взбивание обратите внимание собирается немножко шарообразно меренга это один из признаков того что она уже в готовом состоянии давайте остановим и посмотрим для того чтобы не перебить меренгу потому что если мы ее перебьем она у нас с вами потечет смотрите как она держит форму у нас с вами уже не все так грустно я вот переворачиваю и у нас с вами наш клювик не не опускается да в другую сторону вот ну то есть это нормально а вот это более широкая часть держит форму так что все отлично у нас снимаем меренгу и так перемешиваем нашу меренгу в деже часть меренги я отложу в мисочку чуть чуть позже мы окрасим ее в розовый цвет визе которую мы сейчас с вами приготовим мы будем использовать еще в одном рецепте для декора торта и так часть меренги я выкладываю в этот мешок и мы будем с вами отсаживать маленькие бежочки вот вот работать нужно оперативненько по первости конечно будет тяжело но меренга не любит когда ее долго вот перемешивают ее лозят вправо влево старайтесь чтобы ваши движения были как можно четкими да зачеркнули положили перемешали как бы да и все больше после этого постарайтесь как бы чем меньше вы с ней контактируете да потом лопаткой вот механически взбивание это один процесс да вы насыщаете кислородом белок а лопатка наоборот она разрушает все вот эти вот связи которые образовались во время взбивания итак приступим обязательно скручиваем наш мешок давящим движением вот здесь начинаем отсаживать нашу меренгу держим смотрите для удобства и фиксации рука опирается об противень так у вас будет на одной высоте отсаживаться меренги и давим давим остановились оторвали давим остановились оторвали поднимаю здесь видите воздух у меня был в мешке поэтому не получилось можно сделать вот так получится двойная без внизу с поехали на расстоянии друг от друга чтобы они не слиплись они немножко увеличиваются в объеме в самом начале но потом они высыхают И в шахматном порядке, чтобы при сушке между ними гулял воздух, можно порезче. Если вот так носик у вас загибается, надо просто порезче тогда отсоединять насадочку. Чтобы окрасить меренгу, я беру розовый краситель водорастворимый. Для меренги подходит любой краситель. Буквально одна капелька, больше вам не нужно, ну, мне не нужно. Я хочу нежный розоватый цвет, для этого одной капельки мне будет вполне достаточно. И тут вот начинается процесс смешивания. Как можно быстрее, потому что чем дольше я буду елозить тут своей лопаткой, тем больше будет терять форму моя меренга. Если вы знаете, что вам нужно безе одного цвета, то добавьте краситель во время взбивания, чтобы потом не пришлось вам вручную заниматься вмешиванием. лопаткой. Если вы знаете, что вам нужно, да, там два противня розового безе, лучше добавьте краситель сразу. итак, в это же мешок, где у меня была белая меренга, я сейчас добавлю розовую. И у меня получится сейчас интересный градиент, поскольку в мешке есть остатки белой меренги в сочетании с розовой. видите, да, уже не так стабильна меренга, потому что мы ее немножко потревожили. но это тоже не критично, вот так вот берете и снимаете кончики, если вам нужны идеально красивые носики. в зависимости от вашей задумки, варьируете размер нажатием на мешок. Переходим к другой нашей насадке, к закрытой звезде. вкладываем меренгу в мешок. Сначала мы отсадим ее маленькие безешки, а потом я вам покажу, как при помощи этой же насадки отсадить форму безе на палочке. Итак, принцип такой же, точно такой же, да, давящим движением здесь держим, просто на выходе у нас с вами получается другая форма. Вот, чтобы получить безе на палочке, берем с вами палочку, приклеиваем ее и начинаем по кругу отсаживать розочку. Если видите, что палочка у вас не по центру, немножко ее поправляете, намечаете себе чуть-чуть ниже, да, вот отсюда начнем и начинаем с вами отсаживать, равномерно давим на мешок и сейчас вот я буду ее заканчивать и я практически уже не давлю и закрываю нашу розочку, чтобы наш кончик почти сливался. Также можно сделать еще вот такие мини-розочки. Протирайте периодически, если ваша насадка стала грязной, протирайте ее, тогда будет удобнее и комфортнее с ней работать. Ну и еще один вариант безе на палочке. Приклеиваем и делаем такую вот. Такими безе вы потом можете украшать тортики или просто давать ребеночку на палочке безе. Итак, мы отсадили наше безе, я постаралась уместиться на два противня. Объясняю почему. Если можно это растянуть на три противня, да, более свободной отсадкой, но три противня вы тогда рискуете, что у вас потрескается. Сейчас мы перейдем с вами к духовке, я вам объясню почему. Итак, я установила наше безе на нижний и на, да, вот на третий уровень снизу. Объясняю, если бы у нас было три с вами противня, мы бы установили их вот сюда и третий бы у нас был где-то вот здесь. Чем ближе безе к накрывательному элементу, тем больше вероятность у вас, что оно потрескается от переизбытка тепла, да, которая как бы на него воздействует. У нас нагревательный элемент и здесь, и здесь, только здесь он в открытом доступе, а здесь он, да, защищен у нас как бы вот этой нашей металлической оболочкой. Включаем режим конвекции вверх-вниз, температура 100 градусов, мы не прогревали духовку предварительно и вставляем сюда лопатку, чтобы дверца наша была приоткрыта. Это нужно для того, чтобы влага, которая есть в наших безешках, она выходила. В противном случае она у вас будет скапливаться вот здесь вот, и ваше безе будет сохнуть в два раза дольше. Оно и так сохнет долго, а так будет еще дольше сохнуть. Поэтому пока засекаем таймер на... Мы потом, через часик мы с вами закроем духовку, и оно будет сушиться. Но сейчас, в первый час, нам надо, чтобы влага вышла, чтобы мы с вами просушили как можно быстрее. Засекаем время на час, и оставляем безе сушиться. Итак, прошел час, мы убираем нашу палку и оставляем еще минут на 40 выпекаться наше безе. Так, наше безе готово. Как можно определить, что оно готово? Снимаем с вами, да, и у нас легко отделяется безе от нашей поверхности. Ухлаждаться наше безе при комнатной температуре, а потом перекладываем в удобные контейнеры. Итак, наше безе готово. Хранится оно в сухих чистых контейнерах, да, аккуратненько их перекладывайте. Имейте в виду, что, да, ваши кончики могут обламываться, поэтому выбирайте контейнеры, в которых вам удобно, да, для безе на палочке, видите, да, у нас тут все держится. Потом используйте их, как вам нужно. И посмотрим, здесь тоже у нас все держится, да, закрыта палочка. Храним безе при комнатной температуре, в сухом помещении. Высокая влажность им противопоказана, они начнут у вас липнуть. Наше безе готово. Приятного аппетита!